На тесте у нас уже второй планшет от компании Navigator, модель Impression Impact 9701-16. У него 9,7-дюймовый IPS-дисплей, хорошая производительность, слот для карт памяти, разъем microUSB, цена 250 долларов. Рассмотрим это устройство детальнее. Начнем с комплекта поставки. Кроме планшета, вы найдете здесь адаптер зарядного устройства, кабель microUSB, переходник USB OTG, необходимую документацию и гарантийный талон. Ни наушниками, ни чехлом производитель набор не укомплектовал. В элементах корпуса доминирует пластик, причем глянцевый. Тыльная панель белого цвета отлично сочетается с темной лицевой и придает планшету своеобразного шарма. Качество сборки оставило двоякое впечатление. Элементы между собой подогнаны хорошо, нет лишних зазоров. А вот когда берешь планшет в руки, он начинает немного хрустеть. Но проблема может быть в том, что на тесте у нас инженерный образец. Кнопки и разъемы вынесены на боковые грани. Это удобно и к тому же компактно. Все порты находятся под одной панелью и прикрыты пластиковой заглушкой. Она не фиксируется в открытом положении, но и сама не выпадает. На передней панели, кроме дисплея, находится глазок фронтальной виджа камеры. Датчиков приближения и освещенности нет, а значит доступна только ручная настройка яркости экрана. На верхней грани спаренная клавиша настройки уровня звука и кнопка, посредством которой можно попасть в меню настроек. На правой стороне порт microUSB. На левом торце клавиша включения-выключения, разъем 3,5 мм и под вставкой порт microHDMI и слот для карт памяти microSD. На тыльной панели размещены две сетки встроенных динамиков, а также основная 2-мегапиксельная камера и немного технических данных о планшете. Ланшет работает на базе операционной системы Android версии 4.0.4. Внутри 1 гигабайт оперативной памяти, процессор BoxChip A10 с тактовой частотой 1 ГГц и отдельный графический чип Mali-400MP. Предлагаем ознакомиться с результатами тестов на производительность у нас на сайте. В дисплее у навигатора Impression Impact 9701-16 9,7 дюйма, разрешение 1024 на 600 точек, в основе IPS-матрица. Просматривается небольшое зерно, но кардинально на качество отображения картинки это не влияет. При ярком солнечном свете определенное вымирание красок на дисплее присутствует. В этом случае яркость нужно ставить на максимум и особого дискомфорта от солнца не создаст. В планшете 16 гигабайт встроенной памяти, 14 доступны пользователю. Ее можно расширить за счет карт памяти объемом до 32 гигабайт или посредством переходника USB OTG, подключив внешний накопитель. Емкость аккумулятора 5400 мАч. Детальнее с цифрами о возможностях батареи можете ознакомиться в нашем текстовом обзоре на портале Smartphone UA. Как вывод можем сказать, что перед нами вполне неплохой аппарат. У него хорошие показатели по части автономности, неплохой дисплей, отличный дизайн и есть возможность подключения внешних устройств. А вот единственное, что нам не понравилось, так это скрип материалов корпуса.